Давайте знакомиться. Меня зовут Лебедина Секатерина, я специалист отдела маркетинга в Ростове-на-Дону. Сегодня хочу рассказать вам о таком курорте, как Даламан. Сама я побывала на этом курорте первый раз в прошлом году. И, честно сказать, в него влюбилась. Сегодня я постараюсь влюбить точно так же в него вас, рассказать про особенности и чем же он меня так зацепил. За мной сегодня будет презентация и теоретическая часть. Также на вебинаре будет присутствовать моя коллега Конина Алифтина. Это специалист по работе с агентствами в Ростове-на-Дону. Она будет отвечать на ваши письменные вопросы по теме вебинара. Сейчас ждем буквально пару минут. Все собираемся и стартуем. Вот как раз-таки мой коллега написал про записи вебинаров. Сразу скажу, что записи вебинаров у нас доступны на нашем YouTube-канале. В чате сейчас появилась ссылка на этот YouTube-канал. Поэтому переходите, подписывайтесь. Все вебинары можно смотреть всегда там. Ну и переходим к вебинару. Как я всегда люблю говорить, отдых начинается с удобства перелета. Полетаем мы на крыльях Azure Air. И у нас есть такие дополнительные услуги для комфорта ваших туристов. Это Azure Space, то есть выбор комфортного места с увеличенным пространством для ног. Это первые ряды и аварийные ряды. Хочу также сразу напомнить, что на аварийные ряды нельзя по правилам авиакомпании бронировать туристов младше 18 лет, беременных женщин или пенсионного возраста. Также у нас есть возможность выбора рассадки как по направлению туда, так и обратно. Здесь важный момент, что выбрать обратные места можно только до того, как туристы покинули пределы Российской Федерации. То есть если ваши туристы в момент отдыха захотят приобрести обратные места, сделать это через вас у них уже не получится. Возможность бронирования дополнительного кресла и поздравления на борту воздушного судна. Это у нас относительно недавняя такая новиночка из услуг. Можно заказать для именинников, либо для молодожен. Далее на слайде я представила цену услуги Azure Space, так как мы сегодня, нас интересует Турция, это менее 6 часов, соответственно, по направлению туда 15 евро, по обратному направлению 25 евро. Ну и переходим к самому Даламану. Если брать Южный федеральный округ, то в этом году, лето 2020, у нас из Ростова, из Минеральных вод и Краснодара полетная программа рассчитана 2 раза в неделю, из Волгограда 1 раз в неделю. Как я уже сказала, летаем на крыльях Azur Air, прямой перелет в аэропорт Даламана, принимающая сторона у нас Annex Tour, ну, наша собственная. На слайде вы можете увидеть, что у нас достаточно много эксклюзивных отелей и отелей на гарантии. Сегодня со многими из них мы познакомимся более подробно. Сразу скажу, когда буду рассказывать про отели, я не буду перечислять вам все категории номеров и подробно ту информацию, которая есть на сайте, потому что это будет очень долго, и обычно такая информация сильно не запоминается. Я постараюсь рассказать вам, во-первых, впечатления об отеле и какие-то такие тонкие нюансы, которые помогут сделать правильный выбор для туриста. Здесь представлена карта курорта в Турции, но нас сегодня интересует именно Даламан. Поэтому сделала сноску, сколько ориентировочно километров от аэропорта до курортов Даламана, и, соответственно, сколько примерно ехать. Как вы видите, до самого ближнего курорта 20 минут, до самого дальнего, то есть Турунч, это ориентировочно 3 часа. Но там еще есть такой нюанс, что от Мариса к Турунчу есть минут 20 езды по Серпантину, поэтому дорога немножко затрудняется. Лучше об этом предупреждать заранее туристов. Но о каждом из этих регионов мы поговорим подробнее чуть дальше. Пока не буду переключать слайд, чтобы вы могли записать, либо сфотографировать информацию, так как она для многих является актуальной. А расскажу про плюсы Даламаны. Почему это другая Турция и чем же она меня так сильно зацепила. Ну, во-первых, невероятной природой. Действительно, Турция уже не первая страна, которую я посетила, но такой цвет воды, таких горизонтов, такой красивой природы, честно скажу, я, наверное, не видела нигде. Вот самые красивые картинки, фильтры, это все здесь без фильтров. А еще есть дополнительных плюсов. Это, конечно, то, что можно подобрать отдых абсолютно для любой категории туристов. То есть каждый из регионов, он отличается и концепцией, и всем. И можно подобрать по любым запросам. То есть вы сейчас, когда мы будем говорить подробнее о регионах, вы поймете, о чем я говорю. Здесь есть регионы, где жизнь кипит 24 на 7, где улицы клубов и баров, множество инфраструктуры, магазинов. А есть регионы, где, наоборот, релакс, спокойствие, объединение с природой. То есть действительно можно выбрать отдых для любой категории туристов. А также очень разнообразная отельная база. От городских троек-четверок, которые не отличаются особо, да, там, анимацией и так далее, до огромнейших территориальных отелей, где целые города туристические. Также из плюсов является, я считаю, это простота. То есть здесь сочетается турецкое гостеприимство с высоким уровнем сервиса. Так как Эгейское побережье долго было для европейцев, соответственно, уровень сервиса там достаточно высокий. Что я имею в виду под словом простота? Ну, это то, что нет разницы во времени, соответственно, нет акклиматизации, пока ты привыкнешь несколько дней к времени. А также нет языкового барьера. То есть, сами понимаете, что в Турции часто понимают русский язык, ломанный английский, поэтому в этом проблем не возникает. И с деньгами, потому что валюту принимают абсолютно любую, то есть вплоть до рублей. Но, конечно, выгоднее брать в долларах. Также везде можно расплатиться карточкой. В этом проблем нет. Сейчас буду показывать вам дальше презентацию и уже подробнее ознакомить вас с каждым из регионов и с отельной базой, соответственно. Начнем с Мармориса. Ну, Марморис, это, наверное, такой самый популярный город здесь, на Эгейском побережье. Почему же его так много выбирают и в чем его преимущество? Ну, во-первых, вообще на Эгейском побережье идеальный климат. То есть здесь нету даже в самый сезон, в августе, в июле, даже в самые жаркие месяцы, здесь нет такой изнуряющей жары. Что касается самого Мармориса, то из-за того, что он находится в такой бухте и окружен горами, то нет ветров, нет волн, что делает комфортным отдых и купание, соответственно. Да, сразу скажу, что море именно в самом Марморисе, не брать, если и Чмелер, и так далее, в самом городе Марморис, оно не настолько, не такого цвета, вот как на картинках, которые про Даламан, да, если вот вы открываете, такие ярко-синие, бирюзовые, но достаточно прозрачное, чистое и для купания абсолютно подходит. Но, конечно, больше почему выбирают Марморис? Это из-за его активной ночной жизни. Здесь находится улица клубов и баров, вот я внизу справа на слайде указала, как это выглядит днем. Вечером же эта улица наполняется людьми, после каждого бара выходят свои зазывалы и делают целое театрализованное шоу, то есть в зависимости от тематики бара, соответственно, меняется концепция. Улица эта достаточно длинная, справа и слева множество клубов и баров разных тематик. Что касается входа, для девушек вход бесплатный, для девушек с парнями тоже вход бесплатный, а вот для одиноких парней, ну и компаний парней, вход в некоторые бары может быть платным. Что касается напитков, очень часто в барах есть welcome drinks, поэтому многие туристы так делают, заходят в один бар, немножко там потусовались в welcome drinks и пошли в следующий, вот так вот пока не дойдут до конца улицы. Что касается стоимости, ну, я имею в виду напитков, да, там, ассортимента, там, конечно, цены разнятся, но, в принципе, не сильно отличаются от наших клубов, то есть там начинаются напитки, там, от 800 рублей. Что еще интересного в Марморесе? Это огромный променад, который расположился от, начинается от Ичмельера и продолжается до самого конца Мармореса. То есть это огромная набережная, которая отделяет пляжную полосу от отелей, кафе, баров и так далее. Поэтому отелей, даже если отель первой линии, все равно есть, все равно им нужно будет пройти вот эту променад, пешую дорогу. Я ее изобразила на слайде слева внизу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Ну, и, конечно же, это потрясающая красивая гавань, где находятся белоснежные яхты, прогулочные гюлеты. Также в Марморесе много торговых центров, и Мигросы, и Вайкики, все это есть в Марморесе. Также интересным является место, это Гранд Базар, это огромный просто базар, он находится недалеко от Бар-стрит. Где можно приобрести любые сувениры, текстиль, сладости и так далее. На карте выделен участок, где находится как раз-таки старый город, базар, улица клубов и баров. Ну, то есть вот вся вот эта инфраструктура. По поводу передвижения. Передвигаться по Марморесу можно на маршрутных такси, то есть это долмыши, водным транспортом и на обычном такси. Ну, конечно, самый экономичный способ – это долмыши. Они курсируют между Марморесом и Чмелером. А не понять, в каком направлении есть, какие долмыши, можно по раскраске. Если маршрутки с зеленой полоской, то это по Марморесу. Если с оранжевой, то до Ичмелера. Ориентировочная стоимость – ну, там, 2-3 доллара на человека. По поводу самого Мармореса у меня все. Сейчас перейду к отельной базе. Что касается отельной базы, в Марморесе вы почти не найдете отелей с большой территорией. В основном это городского типа отели, которые расположены многие возле променада, либо чуть выше. Много отелей находится в самом центре, рядом со всей инфраструктурой. И можно активно, для активной молодежи, которые хотят жить в центре событий и недалеко от пляжа, очень легко можно выбрать отель. Перед тем, как начну рассказывать про отельную базу, хотела сделать такое замечание. Я буду часто говорить ориентировочные цены. На Wi-Fi, на сейф и так далее. Обратите внимание, что цены эти ориентировочные. Потому что, ну, во-первых, они актуальны на прошлый сезон. В этом сезоне могут немножко измениться. Ну, во-вторых, соответственно, даже в сезон они иногда меняются. Но, чтобы вы хотя бы примерно ориентировались, какой ценовой диапазон, я буду все равно их называть. Первый отель, про который хотелось бы проговорить, это Рейс Марис Хотел, три звезды. Он находится в полтора километрах от центра Мармариса. Ну, он без территории, то есть такого городского плана. Вся территория изображена на слайде вверху справа. Работает по системе All-Inclusive. На что хочу обратить внимание, здесь всего 30 номеров. Поэтому в сезон он, конечно, очень часто, ну, быстро уходит в стоп. По поводу реновации, она проводилась в прошлом году. Мы как раз, когда посещали этот отель, они заканчивали реновацию. Поэтому номерной фонд выглядит прям свежим, новым. Муниципальный пляж рядом с отелем, 50 метров. Но так как пляж муниципальный, зонтики шезонги за доплату. Сейф на ресепшене 75 лир за неделю. Интернет бесплатно, но ловит только в лобби. Также важное замечание. На ресепшене есть такая табличка, где написано, что кондиционер за доплату и даже расценки. Но хочу вас сразу сказать, что для наших туристов кондиционер бесплатный. Это только для европейцев. На всякий случай акцентирую на этом внимание, потому что можно найти такие отзывы с этой фотографией где-нибудь в интернете и запутаться. Для наших туристов кондиционер бесплатный. Следующий отельчик это Ахалиси Хотел, троечка с плюсом. Хорошая тройка находится в самом центре Мармориса. Вся инфраструктура прямо возле отеля. Вот прямо напротив отеля есть Мигрос. Там же магазины, рядом старый город. Ну то есть это вот прямо самый-самый центр. Здесь есть даже несколько раз в неделю софт-анимация, но она в принципе не нужна, потому что вся анимация за пределами отеля. Реновация была в 2019 году. Работает по системе All-Inclusive. All-Inclusive здесь с 10 утра до 11 вечера. Интернет везде бесплатный. Полотенце под депозит. Сейф за доплату 2,5 доллара в сутки. До моря 100 метров. Там получается не прям. Мигрос это такой магазин, где можно приобрести в принципе любые товары. Он очень популярный и распространен в Турции. Местный супермаркет правильно, да, коллеги подсказывают. Что по поводу моря? Хотела сказать. Здесь 100 метров от моря, но не сразу через променад, а нужно еще немножко по дороге пройти. Но важное замечание, в этом участке могут быть камни. Поэтому обратите на это внимание. Номерной фон светлый, в хорошем состоянии. Мне прям понравился. Вот все ли это отели для молодежи? Ну, вы знаете, как бы прям сказать, что молодежи... Ну, это что же понятие растяжимое? Есть взрослые люди, которые любят активную жизнь. Но если у вас, у туристов, запрос на тихий, спокойный отель, чтобы рядом с отелем не было шума, то, конечно, данный отель не подойдет. Если же наоборот, у вас активные туристы, то, я думаю, подойдет для любого возраста. Как говорят, молодость у нас в душе, поэтому тут... Я советую вообще, как я его характеризую. Небольшой городской отель, где чисто, уютно, и рядом вся инфраструктура и пляж. Но на пляже могут быть камни. Карен Хотел. Здесь пляж 150 метров. Ну, пляж тоже муниципальный. До центра здесь уже чуть дальше 2-3 километра. Пляжных полотенец нет, но анимации, соответственно, нет, потому что это такой городского плана отель. Важное замечание, что если посмотреть отзывы, там, 17-18 года, то очень было много жалоб на питание. В прошлом году они сменили повара. Я говорила в прошлом году с туристами, которые там отдыхали, по поводу именно вот этого момента, по поводу питания, изменилось или нет. Мне сказали туристы, что да, питание хорошее. В каком плане? Оно не сильно разнообразное. Ну, понятное дело, это троечка, как бы, там, от алл-инклюзива сильно ждать и не стоит. Но, по крайней мере, все вкусное. То есть разнообразия немного, но вкусно. А также туристы отметили хороший сервис, говорят, чистые номера хорошо убирают, поэтому вот этот момент уже исправлен. Здесь все стандарты, балконы с террасами во всех номерах, интернет бесплатный везде. В номерах тут интернет хорошо тоже ловит. Работает по системе алл-инклюзив с 12.30 утра до 23.00. Обратите внимание, что бар у бассейна всегда платный. То есть в лобби бесплатный, а у бассейна платный. Также есть открытый бассейн с детской секцией. Селлинг-хотел Марморис, три звезды. Ну, вот здесь, наверное, все-таки он больше такой молодежный для непритязательных туристов. Муниципальный пляж в 30 метрах от пляжа, от отеля, 300-400 метров до центра. То есть вся инфраструктура тоже рядышком. Но инфраструктура такая же, как в Алисе, то есть они недалеко. Реновация проходится каждый сезон, но именно не реновация, а косметика. Работает тоже по системе алл-инклюзив. Главный ресторан на террасе на улице, прям при отеле. Но у них есть еще закрытая маленькая секция в случае непогоды. Здесь есть стандарты и фэмили. Фэмили – это полноценные две комнаты с дверью. Сейф только на ресепшене 2 доллара каждый день. Интернет 10 долларов с человека. Но несмотря на то, что стоимость интернета не дешевая, в номерах он все равно не ловит. Только в лобби. Как я уже сказала, для молодежи, для непритязательных туристов, находится рядом с инфраструктурой. Элеганс Хотел. Тоже пятерочка в центре Мармариса. Последняя реновация в 2019 году. Здесь территория уже чуть побольше. Здесь 21 тысяча квадратных метров. Собственный песчаный пляж, прям через променад. Какой здесь важный момент, хотела сказать. У них есть пирс. И на пирсе есть зонтики и обслуживание бесплатное от бара. Почему делаю акцент на зонтиках? Потому что в Мармарисе пляжи, участки пляжей, они небольшие. Поэтому в сезон, конечно, все на пляже не помещаются. И многим приходится отдыхать на пирсе. Но в данном отеле, это тоже не во всех отелях, на пирсе есть зонтики, что делает отдых более комфортным. И также, как я уже сказала, бесплатное обслуживание от бара. Работает по системе All-Inclusive с 9 утра до 12 ночи. Интернет бесплатный везде, но кроме пляжа, соответственно, там он не ловит. Также хотелось здесь отметить вечерние шоу. Здесь даже такие приезжие шоу. Более простенькие, конечно, но, по крайней мере, развлечения есть. Даже многие туристы, гуляющие по променаду, останавливаются, чтобы посмотреть шоу, которые проходят в Элегансе. По поводу питания, мы тут жили, поэтому скажу, что питание вкусное, достаточно разнообразное. То есть, оно может быть какое-то простенькое, но покушать всегда можно найти. По питанию у меня тут нареканий не возникло. Эмре, Хотел, Бич, 5 звезд. Смотрите, этот отель, это было два отеля. Эмре, Ризот и Эмре, Бич. И только в прошлом году они объединились. То есть, это была четверка и пятерка. Отельчик неплохой, с питанием здесь тоже, говорят, ну, все хорошо, мы с туристами разговаривали. А что по поводу расположения? Смотрите, Эмре, Ризот, он находится, это корпус, который находится дальше от пляжа, он через дорогу. В прошлом году там сделали наземный переход. То есть, если раньше это был не променад, а именно дорога, и переходить дорогу нужно было самостоятельно, то сейчас есть наземный переход. В корпусе Эмре, Ризот, ну вот, да, питание разнообразное, коллеги подтверждают. В корпусе Эмре, Ризот находятся только номера и ресепшн. Вся инфраструктура, то есть, главный ресторан, бассейны и так далее, там какая-то анимация, все проходит в корпусе Эмре, Бич. А если при бронировании, как их разделять? Эмре, Ризот, это категории номеров Стандарт, Делюкс и Фэмили. То есть, если вы бронируете категорию Стандарт, Делюкс либо Фэмили, ваши туристы по-любому будут жить в корпусе Эмре, Ризот. Если вы бронируете категорию номеров, где есть приписка Бич, то, соответственно, ваши туристы точно будут жить в ближайшем от моря корпусе. Что по поводу реновации? В прошлом году у них прошла реновация полностью всего номерного фонда именно в Эмре Ризот. В Эмре Бич в прошлом году они отреновировали только главный ресторан. До номеров они там еще не добрались. Что еще я хотела важного сказать по этому отелю? Ну, во-первых, собственный песчаный пляж, то есть, соответственно, в зонтике шезлонги все бесплатно. Пляж большой, то есть вот эта вся зона, это их достаточно большой участок, поэтому на два отеля спокойно хватает. Ресторан тоже большой, сильной толкучки я там не заметила. Интернет бесплатно на территории, но в номерах, соответственно, за доплату. Пляжные полотенца бесплатно выдают, а вот обмен 3 лир. Сейф 16 лир в день. Также важный момент, по всей территории вход в море, песок и пологий, да. По всей территории есть кулеры, то есть, вот если вы там, допустим, находитесь возле детской площадки или еще что-то, ребенок захотел пить, не обязательно бежать в главный ресторан. Ну, по мне так это очень удобно. И еще момент, хотела проговорить про номерной фонд. Смотрите, какие я себе сделала такие пометки. Стандарт, он такой же, как делюкс, только единственное, что в нем общий санузел и вид на горы, а в делюксе вид на море. Но сами понимаете, что так как корпус стоит на второй линии, то сильно вид не отличается. Он в любом случае через домики. Поэтому, в принципе, стандарт и делюкс, ну, ни размером, ни ничем не отличаются. Так, про фэмили. А вот фэмили, смотрите, они все находятся на четвертом этаже. И, соответственно, у них такой, знаете, полноценные две комнаты, дверь есть между комнатами, а потолок такой, как крыша. Вот я специально разместила вам на слайде, внизу слева картинка, это номера фэмили. Выглядят вот так. В принципе, отель, ну, вот как и коллеги тоже многие подсказывают, он популярный, его туристы любят, в сезон, как бы, на него спрос очень-очень хороший. Поэтому я его рекомендую. All-Inclusive работает с 10 утра до 12 ночи. Так, ну, переходим к отелю Sarai Club Hotel, 4 звезды. Сразу честно хочу признаться, это у нас, наверное, самый претензионный отель, по которому в каждый сезон приходит больше всего претензий. Сейчас объясню, почему. Из-за его месторасположения, потому что отель можно продавать, он там самый экономичный, он выходит даже дешевле троек, но обязательно надо делать акцент на том, что он очень далеко находится. Смотрите, примерно он находится 3 километра от пляжа и 4 километра до центра. Притом это не по променаду там или еще как-то. Это в горе, то есть в горе, в частном уже секторе, и если у вас туристы говорят, ой, да ладно, мы пройдемся, ну, пройтись у них практически не получится, то есть в любом случае нужно будет ехать. Он находится далеко, потому что даже мы, когда ездили его искать, ну, долговато искали. Но, да, очень в гору, вот, действительно. Но сейчас я вам расскажу другие его плюсы и для кого, как я лично вижу, кому его можно рекомендовать. У него в прошлом году прошла реновация номеров. Вот мы были, как раз номера заканчивали реновировать. Фотография на слайде, вот номера, это лично я сфотографировала на осмотре. Видите, номера, да, стали стильные, светлые, чистые, большие, комфортабельные. А какие у него еще есть плюсы? Во-первых, ну, по крайней мере, в прошлом году расписание шаттлов было такое. В этом оно может поменяться, но, в принципе, они обычно, ну, это уже из года в год у них такое расписание. Шаттл на пляж бесплатный, два раза утром и два раза вечером. И вечером еще бесплатный шаттл на улицу клубов и баров. Обратно нету, то есть они туда отвозят, а обратно туристы уже, соответственно, ну, сколько хотят отдыхают и добираются самостоятельно на такси. Смотрите, когда я называю цены, я говорю либо за день, либо в неделю, либо с человека, если это указывается, ну, с человека. И цены ориентировочные. Это вот я, Наталья, отвечаю. Что вот еще здесь есть? Интернет бесплатный, но только в лобби. Есть бассейн, вот основной вы увидите на слайде, также есть горка. По вечерам они заявляют, что у них есть софт-анимация, но, честно скажу, ну, это там музыка у бассейна, то есть какой-то прям анимации там точно нет. Для кого я его вижу? Ну, точно не для пенсионеров и не для людей с маленькими детьми, потому что, ну, им будет тяжело добираться. Либо для тех туристов, которые очень хотят в Марморис, но не хотят переплачивать за проживание. Я же говорю, в этом отеле ценник действительно, он выходит один из первых, даже дешевле троек. А по номерному фонду по питанию он нормальный. Либо туристам, которые едут на неделю, и практически всю неделю они будут ездить по экскурсиям и так далее. То есть они не хотят переплачивать за проживание, а хотят проводить время больше за пределами отеля. Да, сейчас про пляж отвечу, сейчас одну секунду договорю. Либо туристам, вот молодежи, знаете, вот самые-самые непритязательные, которые, грубо говоря, едут, может быть, первый раз, они утром приехали, утром проснулись, записались на шаттл, на бесплатный, сели, уехали на пляж. Целый день они проходят на пляже, проходят на пляже, потом вернулись, переоделись, уехали на улицу клубов и баров, там в центре гуляют. Вечером вернулись, ну и вот так вот, грубо говоря, там когда-то выехали на экскурсию. То есть я лично вижу этот отель так. То есть его можно продавать, но очень прошу делать акцент на месторасположении, потому что, ну, действительно, приходят претензии, не потому что туристам не нравится, а потому что они не знали, ну, куда они едут. Очень часто. Про пляж рассказываю. Смотрите, на пляж возят, да, на муниципальный, в центре Мармореса, соответственно, зонтики, шезлонги там за доп. плату. Инфраструктура возле пляжа везде есть. Как я уже сказала, там проходит большой променад по всему Марморесу. И там нет участков пляжа, где бы не было инфраструктуры. Поэтому покушать, найти, там, чтобы не возвращаться в отель, спокойно можно. Ну, про муниципальный тоже уже ответила. Да, муниципальный. Вот, я думаю, все, на этом отеле больше останавливаться не будем. Можно его продавать, единственное, его нужно, ну, как бы, правильно позиционировать. Да, питание all-inclusive. Еще есть какие-то вопросы по этому отелю или переходим к следующему? Оборудование пляжное. Смотрите, что касается пляжного оборудования. Во-первых, пляжное оборудование очень часто на муниципальных пляжах, именно в Даламане, работает по системе а-ля Индия, как я это называю. То есть вы приобретаете в баре любой напиток, воду или так далее, и получаете в комплекте зонтик, шезлонг и Wi-Fi бесплатно. Если же приобретать отдельно, то стоимости там варьируются. Ну, комплекты там в основном идут где-то 10, по-моему, 15 лир, если я не ошибаюсь. То есть я вот смотрела, висели ценники, но, честно скажу, сама как бы не приобретала. Ну, вот цена висела примерно такая. Но выгоднее купить напиток. Да, вот тут 10 лир, правильно, это же коллеги пишут. Там, вы смотрите, как там получается. Вас привезли на пляж, вы по променаду проходите, находите любой пляж, который, ну, там очень их много подряд идут, которые не принадлежат отелям, ну, у которых нет своей аренды у отелей, пляжной зоны. И там уже смотрите. Там написана цена, там стоят бары. Подошли в бар, взяли любой напиток и пользуйтесь целый день, пожалуйста. Ну, мне кажется, это тоже достаточно удобно. Переходим дальше. Специально поставила эти два отеля рядом в презентации, чтобы вы увидели различия. Сырай Делюкс Хотел 4 звезды, он никак не относится к Сырай Клаб Хотел, про который мы говорили перед этим. Поэтому не надо их путать. Очень часто бывает такой запрос, что прочитали описание Сырай Делюкс, забронировали Сырай Клаб, и удивляются, почему их увозят далеко. Ну, потому что это два разных отеля, абсолютно разных. У них только единственное название Сырай, что одинаково. Данный отель находится как раз-таки возле пляжа. У него до пляжа всего лишь 90 метров, то есть прямо рядом. Он находится в центре, то есть там буквально один километр до центра. Как они сами себя позиционируют, один из самых бюджетных на этой линии. Ну, я бы сказала, достаточно хороший бюджетный отель. Номерной фон светлый, чистый, месторасположение очень удачное. Единственное что, пляж у них тоже муниципальный. Соответственно, зонтики-шезлонги также за доплату, ну, либо, как я уже сказала, можно приобретать напиток в баре. Для детей тут ничего нет, но он городской. Там маленькая совсем детская площадка, кроватка и только секция в бассейне. Номера все стандарты. Балконы есть везде. Сейф 10 долларов за неделю. Интернет бесплатно, но только в лобби. Ол-инклюзив здесь до 10 вечера. Отельчик можно спокойно продавать. Акцентируйте себе внимание, что два разных отеля. Не путайте, пожалуйста. Идеал премиум хотел. Кстати, тоже давал в этом сезоне очень хорошие цены. Ценовая политика, как цена-качество, качество прям выигрывало. Вы знаете, я смотрела, какие на него цены и понимала, что отель прям как цена-качество. Реновация прошла в 18-19 годах. Общественный пляж здесь в 200 метров от отеля. Он находится не на променаде, этот отельчик. Но здесь есть такой лайфхак, как я говорю. Можно вне сезон, когда мало туристов, то туристы с Идеал премиум ходят на пляж Идеал Прайм Бич. Это как бы не надо прям обещать туристам, потому что если в сезон загруженность пляжа, то, конечно, с браслетами Идеал премиума на Прайм пускать не будут. Но если это не сезон, то я сама лично видела, как мы жили просто в Идеал Прайм, как на нашем пляже было много туристов с браслетами Идеал премиум, и никто их не выгонял. Да, правильно, своего пляжа нет, возят на муниципальный. Вот. По поводу питания. Смотрите, здесь питание не очень разнообразное, но вкусное. Мы тут обедали. Ну, как по мне, так лучше не так много выбора, но когда, что бы ты ни взял, это вкусно. Вот здесь это именно так. То есть, действительно, по несколько блюд прям было, несколько десертов, там несколько горячих, но питание было достаточно вкусным. Много жалот на Идеалы. Ну, вы знаете, это один из самых популярных отелей у наших туристов. То есть, действительно, они дают очень хорошую цену, и много жалоб же происходит как раз-таки из-за того, что там переполненность отеля, из-за того, что там много наших туристов, соответственно, и анимация, и все идет уже больше не европейского уровня, а вот как для наших туристов, немножко другая. А так, в принципе, ну, вот я была и в Идеал Премиум, и в Идеал Прайме. У меня, честно скажу, каких-то таких нареканий, тем более, зная их цену, у меня не возникло. Я бы спокойно как бы могла бы его рекомендовать как цена-качество. Конечно, не для самых там притязательных туристов, но в принципе отель как бы, да, вот коллеги подсказывают, и сами жили, и вот туристов отправляли. Ну, это очень, правда, популярные отели. Так, что еще по отелю? По пляжу сказала. Работает по системе All-Inclusive с 10 утра до 12 ночи. Есть а-ля-карт ресторан, и при проживании от 7 дней одно посещение за время отдыха бесплатно, ну, по резервации, соответственно. Также в Идеалах очень вкусная кондитерская, вот что в Премиум, что в Прайме. Wi-Fi бесплатно на всей территории, мини-клуб с 4 до 12 лет, и не знаю, как в этом году, вообще из года в год они в мини-клуб даже берут русскоговорящий персонал. Но я думаю, что в этом году тоже, потому что, как я уже сказала, много очень русских любят этот отель, очень много отдыхают, наших соотечественников в сезон, поэтому русского персонала в отеле достаточно. Ну, и я уже очень много говорила про Идеал Прайм, сейчас быстренько тогда скажу, что это за отель. Он находится как раз-таки на первой береговой линии, то есть здесь пляж, здесь пляж сразу через променад. Так, Марина Ткаченко спрашивает, когда же мы туда уже сможем поехать. Ну, коллеги, сами понимаете, этот вопрос, к сожалению, не зависит от меня и не зависит даже от туроператора, поэтому какие-то догадки говорить, ну, честно скажу, будет с моей стороны некорректно. Я сегодня хочу вам говорить ту информацию, за которую я отвечаю, которая является достоверной, которую я сама лично видела, знаю. А вот, ну, открытие границ, сами понимаете, можно об этом говорить долго, мы потратим время, а в итоге, ну, полезной информации не получим. Поэтому я думаю, да, эту тему лучше сегодня не обсуждать. Надеюсь, что очень скоро. Очень надеюсь. Вот, правильно, да, очень уютная, вкусная здесь кондитерская. Отель, этот, пляж сразу через променад, зонтики, шезлонги, все бесплатно, большой спа, номерной фонд, все чистое, свежее, стильное, аквапарк есть, вот как раз я представила. Смотрите, здесь какой есть нюанс, здесь несколько корпусов, но категории номеров не делятся по корпусам, то есть только стандарты, точнее, бронируя категорию номера, вы можете попасть в любой корпус. Я бы делала примечания, хотя в сезон, конечно, их выполнить не сильно легко, но если это не сезон, я бы делала примечания проживания в главном корпусе. Мне показалось, что номера там посвежее. Ну и мне был как бы, мне кажется, это дальше от аквапарка тоже удобнее. Вот так. Сейчас дальше. Ork Energies Beach Hotel, 4 звезды. Да, вот правильно, виды там, ну там вообще хорошие виды. До центра Мармельса 1 километр, рядышком вся инфраструктура, расположен на первой линии, лежаки, зонтики, все бесплатно. Номерной фон, знаете, вот самый обычный, то есть чистенький, достаточно комфортный, ну простенький. Собственный песчано-галечный пляж в 50 метрах от отеля, сразу через променад. Есть главное здание и фэмили, и дополнительный корпус, фэмили номера как раз таки в дополнительном корпусе. Здесь фэмили полноценные, две комнаты с дверью, пляжные полотенца под депозит, 10 долларов. Ресторана а-ля карт в этом и в прошлом году нет. Раньше отель арендовал ресторан, который находился на променаде. И позиционировал его как а-ля карт. Сейчас в этот ресторан могут заходить все желающие туристы, ну и, соответственно, отдыхающие в этом отеле тоже. Сейф номер 2 доллара в день. Питание all-inclusive. Номера все с балконами. Обычно здесь тоже много русскоговорящего персонала. Как я себе пометила, приятный холл, красивый, прям красивый холл. Территория ухоженная, достаточно такая зеленая. И разговаривали там с туристами, хвалят очень детскую анимацию. Ну и вообще инфраструктура там хорошая, рядом. Я его советую и как для молодежи, и как для пар с детьми. Ну и двигаемся теперь мы ближе к Эчмелеру. Сентида Орка Лотус Пич Пятерка. Она находится между Эчмелером и Марморесом. До центра Эчмелера 2 километра, до Мармореса, до центра 7 километров. Знаете, вот это тоже такой отличный вариант для семейного отдыха. Тоже очень пользуется популярностью. В сезон прям очень популярный отель. Первая береговая линия, шикарный песчаный пляж, есть пирс. Работает по системе ультра, все включено. Там у нас получается 3 а-ля карт ресторана. Турецкий он всегда платно, а итальянский и азиатский одно посещение в неделю бесплатно. Активная анимация, есть дискотека. И вот знаете, здесь уже цвет воды действительно такой, как на картинках. Вот если... Да, сейчас скажу. Если вот открыть картинки Даламана и вот такое увидеть ярко-синее море, то это как раз-таки вот в сети такое море. В принципе, в Орка Лотос много ступенек. Ну да, там ступеньки есть, но вы знаете, в принципе, во многих отелях, которые находятся чуть в горку, там есть ступеньки. Но не знаю, если только с колясками вы имеете в виду, если в семейный отдых не сильно удобно. Но там много отдыхают семей, и обычно... Ну, семейный именно отдых. И обычно все... Все, в принципе, довольны. Так, что тут... Сейчас, секундочку. Вопросы просто читаю, туда немножко отвлекаюсь. На номера промо. Промо номера, они как раз-таки и были в прошлом году уцененные, которые были с самым, соответственно, некомфортным видом и с самым некомфортным этажом. Обычно это, да, были первые этажи. Но мы всегда делаем сноску на промо. У нас... Ну, пишем, что это за номер. И поэтому, ну, как бы туристы при бронировании сами считают... Сами решают. Хотят они немножко сэкономить или чуть доплатить, но жить в нормальных стандартах. Питание тут тоже, кстати, неплохое. Так. Family отметила большие прям балконы. Стандартные номера тоже достаточно большие. Про цвет моря я уже сказала, что он нереальный. Следующий отельчик Marmaris Park Hotel. Он находится тоже между Дойч Миллером и Марморисом. Честно скажу, когда летела, я думала, что отель будет, ну, такой, знаете, уже ушатенький, ушатный, если так сказать можно. Потому что отель старенький, очень популярный, очень хорошая заполняемость сезон. Но этот отель меня приятно удивил. Несмотря на свой возраст, несмотря на то, то, что он все время полный. Там делают каждый год реновацию, ну, косметическую. И он в очень хорошем состоянии. То есть все домики покрашены. В номерах мебель, да, она может быть не новая, но нигде нет никаких сколов, не убитые номера. То есть действительно достойный отель. И из-за того, что он, ну, тоже не новый отель, он очень зеленый, он прям утопает в зелени. Вот знаете, это тоже, наверное, плюс не новых отелей. А что здесь важно знать? Во-первых, скажу по номерам. Очень часто пишут, что бунгало маленькие, ну, вот в описании отеля. Мы специально попросили показать на несколько номеров стандартов и бунгало. И бунгало, они ничуть не меньше стандартов. Абсолютно комфортные по размеру номера. Мне даже показался дизайн там посимпатичный. Вот. Ну, да, отель не новый, я же говорю, но он, вот, главное, что они следят, что он прям приятный такой. Второй важный, важная особенность, и вот такой, знаете, маленький подвох, на котором можно попасться в этом отеле, это вход в море. Обязательно надо предупреждать туристов, что вход в море с платформы. Здесь пологого входа по песку нет абсолютно нигде. Здесь бетонная платформа. С платформы вход тоже пологий. Он достаточно резкий, но не сразу глубина. То есть, зашел там, допустим, по щиколотку, сделал несколько шагов по колено, еще несколько шагов по пояс и поплыл. Вот примерно так. Но, по крайней мере, в пологии, то есть с детьми тоже здесь купаются. Но есть такие туристы, которые категорически не любят платформу. Поэтому лучше акцентировать внимание, что здесь платформа. Что еще хотела сказать? Сейф в номере полтора евро в день. All-Inclusive с 10 утра до часу ночи. Питание хвалят. Анимация здесь активная достаточно. Есть открытая дискотека. Про пляж сказала. Правильно вот говорят коллеги, что туристы его очень любят. Да, действительно, честно скажу, что у нас он очень пользуется популярностью. Поэтому мне и было так его интересно посмотреть. Я думала, ну вот чем он цепляет. Я теперь понимаю. Он такой, знаете, семейной обстановкой. То есть, он достаточно чистый, зеленая территория. Если кого не смущает платформа, то спокойно можно его рекомендовать. Ичмелер. Переходим уже от Марминса в сторону Ичмелера. Что сказать? Ну, во-первых, здесь меньше людей. Здесь потише. То есть, такой прям здесь есть инфраструктура. Как я уже сказала, променад длится начиная от Ичмелера. И на променаде также есть какие-то кафешки, бары. Не так много, конечно, как на Бар-стрит, но они есть. Но здесь уже больше зелени. Здесь отели уже не такого прям городского плана. Так, что еще хотела сказать? Здесь, мне кажется, больше подходит все-таки для семейного отдыха с детьми, чем Марморис. Волн здесь вообще практически нет. И здесь, конечно, часто для любителей дайвинга, потому что виды там прекрасные. Что, как часто делают туристы, которые хотят вроде активную инфраструктуру, которая в Марморисе, но при этом хотят жить более в тишине. Они бронируют Ичмелер, и либо по променаду прогуливаются, но там далеко, то есть прогуляться не каждый может до Мармориса. Но есть, как я уже сказала, такси, есть городской транспорт, и еще такой тоже часто используют туристы, это бронирование велосипедов. То есть аренда велосипедов здесь от 5 долларов на целый день. Вы знаете, вот такси от Ичмелера у меня, к сожалению, стоимости нету. У меня есть стоимость такси и Долмышей от Турунча до Мармориса, но так как Ичмелер ближе, то, соответственно, и стоимость будет дешевле. Вот от Турунча на Долмыши 7,5 лир. Я когда буду про Турунча говорить, я об этом скажу. Честно, от Ичмелера я на такси не ездила и там же стоимость все равно, грубо говоря, зависит от того, как вы договоритесь. Можно на водном до такси добраться, это тоже очень актуальный вид транспорта. Но почему-то, вот я же говорю, я еще добавила, что велосипеды часто арендуют, я просто сама видела, как там много на велосипедах работает. Так, я так понимаю, про Марбас Бич вы не услышали. Давайте тогда начнем сначала про Марбас Бич, не с начала семинара. Как я говорю, прям хорошая тройка, вокруг очень много зелени, номерной фонд он простенький, но в принципе достаточно приемлемый, светлый, чистый, для отдыха вполне подходит. 50% с видом на море, 50% с видом на горы. Соответственно, номерной фонд, куда бы вы не забронировали вид, не прогадайте, вид действительно классный там. 1 километр до центра Ичмелера и 10 километров до центра Мармариса. Свой пляж, соответственно, зонтики, шезлонги, все бесплатно. Первая линия, заход в море, песок. А сейф на весь период 10 долларов за номер. All-Inclusive с 10 утра до 11.30. И перед ресепшеном есть небольшая такая детская площадка, буквально одна горка и две качели, но туристы хвалили, что им было удобно ожидание с детьми заселения. То есть вот они вроде возле ресепшена и тут же детей развлекают. Ну, это такой вот просто нюанс. Так, и Литуаль Бичхоттл четыре звезды. Коллеги из Ростова, которые часто звонят там по консультации, наверное, знают, что я его рекомендовала в сезон очень часто, потому что четверка по приятной цене со своей зоной на пляже, ну, это, я думаю, не такое частое явление, а эта четверка именно такая. Очень приятный. Зонтики, шезлонги, соответственно, на пляже все бесплатно. Пляж буквально в пяти минутах ходьбы, но по территории, то есть это от корпуса. Заход в море здесь песок, галька, пляжных полотенцев под депозит, бесплатного бара на пляже нет. All-Inclusive с 10 утра до 12 ночи, сейф 10 лир в день, интернет 10 лир тоже в день, а если вы берете пакет на 7 дней, то 50 лир. Рядышком вся инфраструктура, есть софт-анимация, и там и турецкие ночи, и живая музыка, также там теннисные корты, бани, сауны, бильярды, ну, то есть все это в отельчике есть. Открытый бассейн с детской секцией, и для детей с детской площадкой. Вот, поэтому отель, честно скажу, ну, как бы, мне очень нравится, и вот сколько я его рекомендовала, ни разу не было такого, чтобы кто-то мне потом сказал, что туристы слетали, и им не понравилось. Поэтому можете спокойно рекомендовать. Переходим к Турунчу. Как я уже сказала, вот, нужно будет проехать перед Турунчем немножко по серпантину. Лучше, как бы, ну, в принципе, дорога переносится легко, потому что там очень-очень красивые виды, и тех, кого не укачивает, спокойно, ну, переносят дорогу. Но туристов лучше все равно на всякий случай предупредить. Деревушка небольшая, ее, в принципе, можно пройти, пройти всю, там, в течение, наверное, 20-30 минут, обойти всю. Там, раньше, говорят, вообще не было инфраструктуры. в прошлом году там было, получается, две параллельные улицы, одна набережная, где были кафешки какие-то, там, маленький бар, и, и стояли яхты, какие-то там корабли, где тоже вечером превращались в водные рестораны, оттуда музыка доносилась, и параллельная набережной улицы, там были все магазинчики сосредоточены. Ну, то есть достаточно удобно, маленькая деревушка, и вся инфраструктура сосредоточена в одном месте. Но, конечно, для молодежи будет скучновато. В основном, если выбирает молодежь, то они на водном такси либо на долмышах добираются до центра Мармориса. Водное такси это 15-20, ну, 15-20 лир с человека, ориентировочно долмыши, ехать 30 минут, это где-то 7,5 лир. Вот. Ну, я, честно, для себя, мне вообще, в принципе, как понравилось, я бы сделала комбинированные туры. То есть, туристы, допустим, 3-4 дня проживают в Марморисе, а потом в Турунче. Мне кажется, это был бы вообще идеальный вариант. Потому что, смотрите, до Мармориса ехать минут 40, то есть 20 минут по серпантину, не, наверное, даже чуть больше, минут 50. Ну, потому что там быстро просто не поедешь. Минут 40-50 вот так. Ну, и тоже, понимаете, смотря откуда ехать Мармориса. То есть, Марморис, он же тоже, ну, достаточно большой. Вот. Смотрите, как для меня идеальный отдых. Несколько дней, там, 3-4 дня вся активная инфраструктура, да, вроде погулял, отдыхал, а потом на 3-4 дня в Трунч, где релакс, спокойствие, красивейшие виды, чистейший воздух, там, еще очень много хвойных и всяких рощ, поэтому это еще, можно сказать, оздоровительный туризм. Вот. И отели, из-за того, что, из-за удаленности Трунча, здесь можно забронировать отели более высокого уровня по более низкой цене. Допустим, как Трунч Премиум. Сейчас буду про него рассказывать. Вот как раз-таки Трунч Премиум Хотел, мы в нем тоже жили, и мы, кстати, ехали отсюда в аэропорт, из Трунча. Дорога проходит достаточно легко, многие волнуются, как вот, ну, от аэропорта до Трунча. Сами на себе испытали, спокойно перенесли, не было никаких затруднений. Открыт отель в 2015 году. У него собственный песчано-галечный пляж рядышком с отелем, то есть прям сразу. Пляжик небольшой, но достаточно много зонтиков, шезлонгов. Здесь, как я уже сказала, шикарные виды, окружен со всех сторон горами, и цвет песка, знаете, даже такой немножко розоватый, поэтому, ну, для пляжного отдыха подходит отлично. Номерной фон здесь тоже очень хороший. Отельчик новый, стильный, по питанию там все хорошо, поэтому, и ценовая категория в нем очень доступная. То есть, я же говорю, из-за того, что отель далеко находится, он дает очень приятную цену. А горок именно в Трунч Премиум нет. Буду дальше говорить про Трунч Ризотт. Вот там есть горки. Трунч Премиум, если я не ошибаюсь, по-моему, горок нет. Именно вы же имеете в виду, ну, аквапарк, правильно? Аквапарка там нет. Вот. Отель рекомендую, кто вот хочет спокойный, релакс, отдых, и до инфраструктуры, ну, конечно, небольшой, так, что есть в Трунче, очень близко, то есть 5 минут ходьбы. Работает по системе ультра, все включено, софт-анимация, но тут она практически не присутствует, там два раза в неделю живая музыка, турецкая баня, сауна и парная, с 9 утра до часу бесплатно, также есть фитнес-центр. Трунч Ризот. Этот отельчик постарше, то есть он 87-го года, но была проведена реновация, поэтому, в принципе, номерной фонд хороший. Тоже разговаривала с туристами из этого отеля, были прям довольны, сказали, что в следующем году вернутся в него. И тоже хвалили питание. Здесь уже вечером проходят несколько раз в неделю даже кое-какие шоу, то есть развлечения, здесь такое, здесь есть. Здесь как раз-таки есть аквапарк, 5 горок для взрослых и 2 горки для детей. Пляж тоже свой участок пляжа, зонтики, шезлонги, все бесплатно. Отель рекомендую по месторасположению тоже рядышком с инфраструктурой Турунча, поэтому спокойно можно бронировать. Так, ну и... Отзывы не очень. Ну, я не знаю, честно скажу вам. Я говорю, те отзывы, которые я видела, то есть свои вот отзывы, может быть, ожидают другого отдыха, может быть, думают, что едут в Марморис, в центр, а попадают, допустим, в Турунч или еще что-то. Не могу подсказать, правда, но отель действительно достойный. Мне отель понравился. Ну, и еще один отельчик расскажу про в Турунче. Это Мэрил Бич Хотел Турунч. Отель только для взрослых, 16+. Это отель для тех, кто вот прям любит релакс, спокойствие, чтобы вот ни шума, ни гамма, ничего. Отель открыт в 2010 году. В 2019-м проводилась реновация. Пляжик прямо рядом с отелем. Но единственное, при входе в море есть камни. То есть вот нужно об этом предупредить. Шезлонги и зонтики бесплатно. Пляжные полотенца за дополнительную плату. Там 10 долларов. All-Inclusive, питание All-Inclusive. Wi-Fi бесплатно. Ну, и есть открытый бассейн. Это вот такой, знаете, для спокойного релакс-отдыха, кто прям любит тишину и спокойствие. Пляжик рядышком, отельчик, никакой, соответственно, тут сильной анимации, ничего такого нет. Ну, и переходим к Алюденизу. Это уже мы в другую сторону едем к аэропорту. Здесь, конечно, самые, наверное, шикарные виды, самый шикарный цвет воды. Достопримечательность Алюдениза это Голубая лагуна. Сильной развитой инфраструктуры в поселке нет. Да, здесь есть улица, где расположены кафешки, ресторанчики, где можно покушать, но в основном сюда едут больше все-таки за релакс-отдыхом. Он находится в 15 километрах от Фетхи, окружен горами со всех сторон, соответственно, ветра тут тоже сильно нет. И его очень любят парапланиристы, то есть те, кто прыгают вот с гор. У нас тоже есть такая экскурсия, такая услуга, но, к сожалению, самой не удалось. Была в пределах рекламного тура, не удалось посетить. Но те, кто был там, говорят, очень классно, когда вот все эти виды, все открываются, все эти красота открываются с вида птичьего полета. Здесь отельчики, многие работают по системе HB. подходят для спокойного отдыха, для отдыха с детьми. Сейчас расскажу про отельную базу. Liberty Hotel Alediniz, первый отельчик, про который хотелось бы сказать, четверочка. Вот он расположен прямо в самом центре Alediniz, поэтому инфраструктура рядышком есть. В отеле активная анимация, прям профессиональные шоу, хорошая детская анимация, большой спортзал, питание HB. И притом HB такое классическое, когда на завтраке чай, кофе, вода есть, а на ужине даже вода задав плату. Оба и ужин, и завтрак проходят по системе шведский стол. Мы спрашивали в прошлом году средний чек на обед, если кушать у них вот в ресторане. Ну, конечно, сказали, что зависит от того, что кушать, но в принципе средний чек без напитков в 70 лир с человека. До остановки буквально 10 минут можно на общественном транспорте будет добраться до Фетхи. Есть бар 16+, зона релакс. Ну, в барах, соответственно, все алкогольные напитки платно, так как по HB работает. Вообще, всего в отеле три бассейна, это главный, детский, и вот 16+. Общественный песчаногалечный пляж в пяти минутах ходьбы, пляжные полотенца бесплатно. Ну, про детскую анимацию, про мини-клуб я уже сказала, что тут все хорошо с этим. Отельчик, ну, очень достойный, его тоже достаточно любят туристы. Отель, который стал для меня открытием, это Бельчикис Beach Club 5 звезд. Честно скажу, он меня удивил, и при том в положительную сторону, у нас его не было в программе, и когда нам сказали, что заедем в отель, ну, сначала, знаете, не все прям обрадовались, потому что уже смотрели много отелей, но когда мы туда приехали, он понравился абсолютно всем участникам группы. Во-первых, у него удачное месторасположение, там всего 10 минут ходьбы до лагуны, ну, до голубой лагуны. Во-вторых, он работает по системе All-Inclusive, у него большая территория зеленая, большой бассейн, а у него вкусное достаточно питание, хвалят туристы. До пля... у них есть собственный пляж, то есть не обязательно идти в голубую лагуну, собственный песчаный пляж, буквально 50 метров от отеля, и там такая, знаете, прям широкая зона, большой, хороший, вход галька, пологий вход, поэтому, ну, с детьми тоже подходит. пляжные полотенца бесплатно, есть большая арена, где выступают приезжие шоу, номера все стандарт, сейф 2 доллара в день, интернет везде бесплатно. Ну, и вообще, отельчик такой, вот у них сделан ресепшн, стильный, ресторан, поэтому, меня приятно удивил, я его часто тоже рекомендую, кто хочет в Альденизе, и в Альденизе он первый по стоимости выходит, если Альдениз рассматривать, а по системе All-Inclusive работает фламинго хотел Альдениз, четверочка, наверное, такой самый удивительный отель, сейчас я вам расскажу, почему. Ну, во-первых, называется фламинго, а по территории летает куча попугаев, во-вторых, смотрите, находится далеко от пляжа, 900 метров, и шаттла нет, не работает по системе All-Inclusive, то есть работает только по системе HB, анимации нет, то есть такой релакс, спокойный отель, вроде кажется, чем он может цеплять наших туристов, любителей как бы наоборот, первой линии и так далее, но этот отель очень популярный среди наших туристов, и те туристы, которые, ну, очень много постоянных туристов, потому что он очень стильный, он очень красивый, у него такая тоже семейная атмосфера в отеле, он весь зеленый, ну, действительно, несмотря на все его недостатки, у него есть свои клиенты, даже среди наших соотечественников, поэтому мне отель тоже очень понравился. Что не рассказала? Есть русскоговорящий персонал на ресепшене, здесь две категории номеров, стандарты Superior, система HP, но в HB безалкогольные напитки бесплатно. Отель, да, отель действительно великолепный, вот правда, несмотря на его месторасположение, они смогли сделать из него очень хороший отель. Фетхи, если охарактеризовать, пляж далеко 900 метров, и шаттла нет. Если охарактеризовать Фетхи тремя словами, то это для меня ландшафт, природа и релакс. Здесь тоже очень часто прыгают с этими парашютами, потому что очень красиво открывается вид, весь зеленый, он еще Фетхи вытянут. Отели здесь находятся не рядом с центром, а удаленно от центра. Отели с большой зеленой территорией, в отелях обычно вся своя инфраструктура сделана для того, чтобы можно было в принципе отдыхать, не выходя из отеля. А если все-таки туристы захотят поехать в сам Фетхи в город, то они смогут воспользоваться либо водным такси, либо обычным такси. В Фетхи многие мои коллеги говорят, которые были там 3-4 года назад, говорят, что город был практически без инфраструктуры. В прошлом году его, ну вот мы были, там уже достаточно много в самом Фетхи инфраструктуры, там построили какие-то красивые парки, детские площадки, пооткрывали много тоже магазинов, супермаркетов, поэтому в самом городе тоже можно есть где погулять. Первый комплекс отелей, про который хотелось бы рассказать, это Liberty Lique Resorts and Spa, бывший Сентида Ликия, и Liberty Hotels Ликия. Почему рассказываю про эти два отеля вместе, потому что это комплекс из двух отелей, то есть огромная зеленая территория, я вот сделала даже карту их, слева вы видите, ну тут правда еще Сентида написано, это сейчас уже ошибка, но к сожалению, ну чтобы вы просто понимали, я все равно выставила эту карту, хоть сейчас отель не Сентида называется, слева зона Liberty Hotels Ликия только для взрослых, справа большая вот эта зона, это общий отель, вся инфраструктура у них общая, но гости, отдыхающие в отеле только для взрослых, они могут пользоваться всей территорией, а гости, которые отдыхают в Liberty Hotels Ликия, ходить на территорию только для взрослых не могут, там, знаете, прям заезжаешь в такой туристический городок, там сначала прям по главной дороге едешь, а потом пошло разветвление в один и во второй отель, огромная территория, 370 тысяч квадратных метров, собственно, собственный пляж, то есть там тоже огромная просто зона пляжа, есть и в одном отеле свой участок пляжа, и общий огромный участок, там точно с зонтиками, шезлонгами ни с чем проблем никогда не бывает, здесь огромный аквапарк, вот кто спрашивал про аквапарк, здесь целых 18 водных горок, 7 а-ля-карт ресторанов, 11 баров, 19 теннисных кортов, курсируют два автобуса по территории, Wi-Fi бесплатно, но скорость лимитирована, кроме понедельника каждый вечер профессиональные шоу, потом дискотека с 12 до 2, что мне понравилось, там есть такая настолько все продумано, что даже есть зона химчистки бесплатная, то есть там прям такой отдел, где стоят стиральные машины, утюги, понятное дело, что мы едем на курорт не гладиться и стираться, но сами знаете, что бывает к вечеру в чемодане что-то помялось, а здесь бесплатно можно погладить, очень удобно. Ультра все включено 24 часа в сутки, но обратите внимание, после двух часов ночи в зоне для взрослых наступает тишина, то есть там ни бары, ничего уже не работают, а после двух часов ночи весь ультра олэнкрузив перемещается в Либерти Хотел Слике. Отель очень хороший, и мы там обедали, действительно питание, наверное, одно из самых вкусных на Игейском побережье, именно если рассматривать Даламан, подходит для любых категорий туристов. Да, на территорию 18+, не пройти, я же сказала, это зона для взрослых, там только, ну, это отдельно туристы. Клаб Хотел Летуния Фетхия, 5 звезд. Мы в нем жили, отельчик, смотрите, он, получается, самый дальний, если рассматривать именно Фетхия, расположен на отдельном полуострове, но ехать не так далеко от аэропорта, ну, наверное, минут там 40-50. Последняя реновация в 17-18 годах, тоже огромная территория, 165 тысяч квадратных метров, у него, смотрите, есть главное здание, а есть бунгало, бунгало, они прям раскиданы по территории, есть достаточно удаленные, но там курсирует машинка по территории, и есть лифт, то есть лифт, который в гору идет, потому что, ну, горная же местность. А номерной фонд в приличном состоянии, питание тоже очень вкусное, там тоже прям такой целый туристический городок, там даже есть огромная своя набережная, которая, ну, вот, похоже, как в городе делают. Целых три зоны пляжа, то есть пляжная линия большая, подходит для любого туриста. Вообще отель весь зонированный, то есть очень удобно, там детские площадки, проходишь чуть дальше, там рыбалка, чуть дальше проходишь кафешки, то есть, ну, очень, мне кажется, очень продуманно все сделано. Есть горки прямо в море, и профессиональные шоу тоже каждый день, там и фаер-шоу, и приезжие, ну, каждый день разная программа, и очень интересная. Поэтому отель я тоже прям советую. Единственное, обратите внимание, я сказала, что бенгало, они раскиданы, могут быть далековато от пляжа и инфраструктуры. Оно работает по системе ультра, все включено. А, и важный момент, тут есть и диетические, и вегетарианское меню, и безглютеновое, и безлактозное меню, потому что, ну, сейчас туристы часто, есть такие, точнее, туристы, которым этот момент принципиальный. По резервации можно меню такое заказывать. Так, сейчас, секунду, вопрос прочитаю. Ремонт, ну, вы знаете, косметику, косметику, да, но номера, в принципе, вот все, что я номера видела, я же говорю, там, целая группа на Синфатура, поэтому никто не сказал, что прям номера какие-то у них сильно старые. Они частично делают, но постоянно, правильно, то есть, они одну сезону сделали, в другой понадобилось, другую делают, и вот так постоянно, постоянно все освежают. Поэтому отель выглядит в таком достаточно приемлемом состоянии. Ну, и последний отель, про который я сегодня хотела вам рассказать, он находится у нас в Геоджике. это Риксис Премьем Геоджик, отель только для взрослых, 13+, если охарактеризовать сам поселок, то это прям пляжный отдых, шикарное море, красивая природа и релакс. Что по поводу отеля? Отель очень высокого уровня, но надо понимать, что здесь непривычная нам концепция Риксисов, то есть не так, как на Аталийском побережье. Здесь именно, ну, во-первых, отель только для взрослых, во-вторых, здесь релакс, и именно такое, то есть, есть, да, живая музыка вечером, даже есть зона, где дискотека вечером проходит, но в основном это такой вип-отдых, спокойствие, и релакс. Номера все современные, комфортные, оснащены всем современным оборудованием. Есть два бассейна с обычной и с морской водой. По поводу пляжа, здесь до пляжа они добираются, ну, конечно, да, здесь с питанием уже все хорошо, добираются на лодочки, то есть туристы на пляжи подходят, садятся в лодочку и едут на зону пляжа. Ну, отель очень-очень высокого уровня. Что же делать туристам, которые хотят отдохнуть в Гёджике, но они с детьми? Они могут, у них есть своя зона, то есть это называется Club Pride by Rixas в Гёджике, куда пускают с детьми, но эта зона находится, тоже надо ехать на лодочке, то есть туристы приезжают, их на лодочке перевозят в свою зону. Инфраструктурой с Rixas Premium G-Jek они не пользуются. Там находятся виллы, там находится свой ресторан, свой участок пляжа, и там разрешено размещение с детьми. Но обратите внимание, для детей ничего нет, то есть ни мини-клуба, таких услуг в отеле нет. Единственное, какую услугу отели предоставляют, для детей это можно нанять няню. Что-то ещё хотела по отелю сказать. А, в прошлом году у них была такая акция, как прогулка на лодке. Будет ли в этом году, будем уточнять. Но они устраивали при проживании от трёх ночей бесплатную экскурсию по бухтам, примерно длилась 3,5-4 часа, по записи, напитки, снеки, всё входило. В этом году будет или нет данная услуга, нужно уточнять. Вот. Ну, отель очень высокого уровня. Такой спокойный, релакс-отдых. На этом у меня всё. Давайте оставлю пару минут, если есть ещё какие-то вопросы, может быть, что-то осталось неотвеченным, может, кто-то хочет поделиться какими-то впечатлениями. Смотрите, про вебинар. Все записи вебинаров у нас на нашем YouTube-канале. Сейчас попрошу, продублируйте ещё раз ссылку, пожалуйста, нашего YouTube-канала. Вот, продублировал коллега наш YouTube-канал. Переходите, там очень много вебинаров на разные тематики. Вам спасибо большое. Вот, надеюсь, было полезно. Если будут какие-то вопросы. Паром ходит на остров Родос. Да, смотрите, паром ходит на остров Родос. У нас есть такая экскурсия. Если у вас у туристов оформлена виза, то просто приобретают экскурсию и однодневно утром их отвозят на Родос, вечером забирают. Есть с экскурсоводом, есть самостоятельная. Если же виза не оформленная, шенгенская, то наши гиды также помогают оформлять однодневную визу, ну, только под экскурсию. Для этого туристам нужно взять с собой только фотографии. По приезду сразу в первый же день лучше сказать гиду о том, что они хотят оформить, ну, потому что это все равно делается несколько дней. И от туристов нужны будут только фотографии, паспорт и заполненная анкета. Больше ничего не нужно. Еще какие-то есть вопросы, коллеги? Если что-то есть, если что-то не разобрали, то готовы еще ответить. А цена на паром, смотрите, там прям целая экскурсия. В экскурсию входит и трансфер, и паром. И я же говорю, стоимость разная в зависимости от того, оформляете вы визу или не оформляете. Поэтому стоимость, она меняется. А на паром отдельно мы билеты не продаем, только если вместе с трансфером. Отходят в Марморесе. Вот паром в Марморесе. Ну да, цена там варьируется, еще я же говорю, в зависимости от того, с визой, либо без визы. Ну, ориентировочно около 150 долларов такая экскурсия. От 150 до 200 долларов. Но цены на экскурсию всегда лучше мы рекомендуем узнавать на месте, чтобы знать, не дезориентировать туристов. То есть вся цена, все цены это ориентировочные. Они, соответственно, от сезона могут меняться. Вот все. На этом тогда я заканчиваю вебинар. Рада была вас всех видеть. Надеюсь, скоро границы откроют, и мы все вместе полетим в Даламан и в другие направления. Надеюсь, что вы сегодня точно так же, как и я, полюбили эту страну и поняли, что Эгейское побережье можно и нужно продавать. Потому что мне очень обидно, когда туристы недооценивают это направление. И если туристы еще не распробовали из какого-то города это направление, потому что оно действительно достойно и подходит для туристов. Субтитры создавал DimaTorzok